В сегодняшнем выпуске место встречи Иерусалим. Переговоры о заложниках продолжаются на фоне эскалации военных операций в северной части Газы. Анализ различий в освещении войны в израильской и американской прессе. Институт изучения СМИ на Ближнем Востоке предупреждает о тесных отношениях Хамаса и Катара, а также о том, как 7 октября повлияло на арабо-израильскую семью, член которой спасал жизни на музыкальном фестивале НОВА. Все это и многое другое в этом выпуске «Место встречи Иерусалим». Вы смотрите программу «Место встречи Иерусалим». Я Джули Стал. Переговоры о заложниках скоро возобновятся. Но Израиль остается непоколебим. Либо Хамас освободит заложников к Рамадану, либо Цахал уничтожит последний оплот террористов в Рафахе. Пол Стрэнд сообщает о подробностях жестоких сексуальных издевательств Хамаса над израильскими женщинами 7 октября. Несколько месяцев назад на севере Газа началась война Израиля против Хамаса, и Цахал продолжает расширять там военные операции. Недавно поступили свежие кадры оперативников Цахала при исполнении. А пока борьба продолжается, израильские переговорщики пытаются добиться освобождение почти 130 заложников, которых Хамас все еще держит в плену в секторе Газы. Израиль возвращается к переговорам, потому что Хамас смягчил требования и теперь не требует полностью прекратить войну. Тем не менее, Израиль намерен продолжать переговоры до тех пор, пока не справится с угрозой со стороны Хамаса. Министр военного кабинета Израиля Бенни Ганс повторил свое требование, чтобы Хамас освободил всех заложников до наступления Рамадана 10 марта. В противном случае Цахал начнет наступление на Рафах, в котором сейчас находится более миллиона палестинцев, бежавших от боевых действий в других частях Газы. Между тем, в новом докладе ООН сообщается о чудовищных актах сексуального насилия, которые Хамас совершил в отношении израильских женщин и девочек 7 октября. Глава группы, выпустившей отчет, рассказала Джули Стал, что террористы нападали группами и намеренно стреляли в интимные части тела женщин. Это были спланированные и преднамеренные эпизоды садизма и сексуального насилия. Тяжело видеть, как мировое сообщество закрывает глаза всякий раз, когда происходят подобные зверства. А в тех районах, где израильские войска ликвидировали террор-угрозу, некоторые израильтяне, ранее перемещенные после зверского нападения Хамаса из населенных пунктов вблизи Газы, готовятся вернуться домой. Раньше многие боялись нового вторжения или ракетных обстрелов с территории Газы, но похоже, что угроза почти миновала. Премьер-министр Беньямин Нетаньяху занимался вопросом возвращения эвакуированных израильтян домой на север Израиля у границы с Ливаном. Многие бежали от ежедневных обстрелов и беспилотников, которые Хизбалла запускала с октября. Нетаньяху посетил военную часть на голландских высотах и пообещал обеспечить безопасность израильтян. Мы добьемся цели одним из двух способов. Либо военным путем, если потребуется, либо политическим путем, если возможно. Тем временем он представил своему военному кабинету план развития послевоенной Газы. Он включает в себя полную демилитаризацию, за исключением израильских войск, в буферной зоне между Газой и Израилем. План основан на дерадикализации палестинцев в Газе. Опросы показывают, что подавляющее большинство поддерживают цели Хамаса. Стереть с лица земли Израиль и все еврейское население послевоенный план также предусматривает сценарий передачи власти местным палестинцам с опытом руководства, если эти не связаны с террор-группировками. Пол Стрэнд, новости Сибиен, Иерусалим. Далее. Почему так отличаются заголовки, которые описывают одну и ту же войну? Иногда кажется, что журналисты в США и Израиле совершенно по-разному описывают одни и те же боевые действия. Наш корреспондент Пол Стрэнд встретился с аналитиком по Ближнему Востоку Джоном Бааге, чтобы узнать его мнение. Джон, сегодня, если почитать «Джерусалим пост», иногда кажется, что заголовки почти противоречат друг другу. Например, Америка освещает войну в Газе одним образом, а Израиль иначе. Что уж говорить о Нетаньяху. Кто же прав? И как можно освещать события с таких разных точек зрения? Именно так, Пол. Недавно я читал «Джерусалим пост», и там увидел пять заголовков. Нетаньяху утверждает, что теперь с Хамасом договориться не получится. Дальше. Семьи заложников требуют переговоров с Хамасом. Администрация Байдена считает палестинское государство приемлемым. Израиль обвиняют в изоляционизме. И еще. Нетаньяху не пойдет на переговоры, пока не закончится война. Да. Приблизительно таким был посыл заголовков, и мне было интересно наблюдать за их развитием. Существует ли разница между заголовками в Израиле и в Америке? Это было всегда. Напомню, что до сотрудничества Байдена с Нетаньяху у них уже были споры по поводу судебной реформы и все такое. С самого начала войны США были надежным союзником Израиля, и так будет всегда. Да. Израильтяне понимают опасения американцев, но мы должны добиться победы. И на самом деле, израильтяне придерживались своего обещания все это время. Они продолжают работать над тем, чтобы победить Хамас. Но на американской стороне все было не так ладно. Выборы 2024 года могли повлиять на интересы Байдена, когда он понял, что его покидает огромная часть прогрессивной левой базы, которая могла решить исход любой политической кампании. И тогда давление на Израиль стало значительно возрастать. Люди говорили, что сочувствие Израилю продлится не более 10 дней. Мне кажется, что именно так это и было. И мне интересно, выигрывает ли другая сторона информационную войну, если администрация Байдена чувствует такое сильное давление со стороны относительно небольшой группы людей в Америке. Уже сейчас Израиль чувствует сильное давление, но уступает ли он? На данный момент нет. И этот медовый месяц во время войны длился дольше 10 дней. Но риторика начала понемногу меняться, и теперь американский нарратив звучит так. Мы ведем переговоры о палестинском государстве с вами или без вас, а Израиль решительно против сделки о палестинском государстве. Этой позиции единогласно придерживаются все и в Кабмине, и в Кнессете. Так что Израиль по-прежнему единодушен в этом вопросе. Они по-прежнему будут говорить что-то вроде «друзья навсегда» или «союзники до конца», но раскол существует. И я полагаю, что в обозримом будущем он сохранится как минимум до весны. Спасибо за ваш анализ. Джон Вага, аналитик Сибиэн по Ближнему Востоку. Спасибо, Пол. В книге пророка Иезекииля говорится о страже на стене. Это человек, который следит за безопасностью города и первым предупреждает об опасности. Игаль Кармон из Института изучения СМИ на Ближнем Востоке – один из таких стражей. В течение десятилетий его организация публиковала информацию, которая должна была помочь Западу понять менталитет арабского мира. Шеф Ближневосточного бюро Крис Митчелл встретился с ним, чтобы узнать об исторической связи между Катаром и Хамасом. Игаль Кармон, спасибо, что присоединились к нам. Вы основатель компании Memory, которая оказала большое влияние по всему миру. Недавно вы написали статью. Расскажите о ней. Я написал эту статью, чтобы разобраться в американской политике в регионе. И печальный факт состоит в том, что она не имеет никакого смысла. Америка строит свое присутствие на Катаре, который стал краеугольным камнем американской политики в мирном процессе и в соглашении по заложникам. А это невозможно. Может быть, президенту Байдену это нужно для победы на выборах. Но сочетание Катара, как краеугольного камня его политики с Саудовской Аравией и Эмиратами, Израилем и Египтом, это взрывоопасная смесь. Бомба замедленного действия, так сказать. Политика Катара при нынешней администрации в Вашингтоне как троянский конь для Израиля. Им просто не место в американском блоке. Катар – спонсор терроризма, а значит, относится к российскому и китайскому блоку, к Ирану. Катар – спонсор Хамаса. Они вырастили эту маленькую организацию в военную империю. И они продолжают, как бы лучше выразиться, они поддерживают эту организацию, чтобы иметь возможность воевать с Израилем и удерживать заложников. А кроме того, они являются заклятыми противниками Саудовской Аравии, Объединенных Арабских Эмиратов и Египта. Почему администрация Байдена пытается сотрудничать с Катаром? Я не могу объяснить это ничем иным, как невежеством. Жаль, говорить об этом равно, как и надеяться на невозможное. Но не стоит забывать, что политики – тоже люди. Вы надеетесь на их опыт и на их мудрость, но они тоже ошибаются. Так значит, Катар и Хамас – это единое целое. Катар и есть Хамас. А Хамас – это Катар. Катар создал Хамас из крошечной организации, которая силой захватила контроль над территорией сектора Газы в конце нулевых. Они захватили ее силой на те миллиарды долларов, что Катар давал им на протяжении многих лет. Они стали крошечной военной империей. Катар – это троянский конь. Это взведенная бомба в руках администрации Байдена. А они все еще надеются заключить мирное соглашение с Катаром. Как это вообще возможно? Все это – противоречия, основанные на противоречиях. Хотя на самом деле администрация предоставляет Хамасу все возможные условия и статусы. И пока это не закончится, война будет продолжаться. А это не изменилось даже после того, как 7 октября были убиты 32 американца. Еще 8 до сих пор находятся в заложниках. Катар не сделал ничего, чтобы освободить даже американцев. Необходимо полностью избавиться от этого троянского коня. Полностью. И это единственная надежда. Но она существует. И только тогда война закончится. И только так можно избежать разрастания войны в регионе. Игаль Кармон, спасибо за ваш проницательный анализ, подкрепленный десятилетиями опыта. Спасибо вам. Далее. Семья арабских бедуинов и последствия 7 октября. Необыкновенная история героизма. 7 октября среди заложников Хамаса оказались израильские арабы и иностранные рабочие. Вот история одной семьи арабов-бедуинов, для которой 7 октября стало днем трагических потерь и героизма. Баширо Аль-Заядни 27 лет. Он араб из племени бедуинов и студент юридического факультета. Его жизнь перевернулась в результате событий 7 октября. Я представитель моей семьи здесь, в Тель-Авиве, на форуме, который посвящен семьям заложников. Четверо членов моей семьи были похищены 7 октября. И они до сих пор находятся в плену. Дядя Баширо, Ясеф и трое его детей работали на молочной ферме в Кибуце-Халид, когда на Кибуц напал Хамас. Их захватили в 7 утра. Мы видели фотографии и видеозаписи, как их забирал Хамас. Очень жестокие кадры. Очень жестокие. Хамас освободил его сына Билала и дочь Айшу через 2 месяца, потому что им еще не исполнилось 18 лет. Они рассказали нам, что их почти не кормили. Их бросили в комнате глубоко в туннелях. Они рассказали нам, что хотя охранники Хамаса говорили по-арабски, они ни разу не обмолвились и словом. Они никогда не разговаривали с заложниками. Все четверо жили в одной комнате. Охранники дали каждому из них по книге Корана. Это священная исламская книга. Детям очень тяжело пришлось в плену. Ясеф и его сын Хамза до сих пор в плену. Отцу сейчас 53 года. Он до сих пор находится в заложниках в Газе. У него диабет, и он не принимает лекарства. У него есть сын Хамза Альзаядни. Ему 22 года, и он также в плену у Хамаса в Газе. У него мигрени, и он тоже не принимает лекарства. К сожалению, на этом трагические последствия не заканчиваются. У меня был двоюродный брат Абет Аль-Рахман. Он был убит Хамасом 7 октября вместе со своей женой. Она была еврейкой. Когда-то они просто влюбились друг в друга, поженились и стали жить вместе. Они просто решили выйти прогуляться по пляжу Зиким и остались там на ночь. А уже на следующий день, когда мы проснулись, то узнали о том, что с ними случилось. Башира, который жил в Сдероте, в тот день там не было. К счастью, в те выходные, когда произошло нападение, я был у мамы. 7 октября я был в Рахате. Сейчас я нахожусь в Тель-Авиве, потому что меня эвакуировали из Газы в центр Израиля. Другой их родственник стал героем. Я араб, бедуин. Я горжусь тем, что я израильтянин. Я лично спас 30 человек в тот Черный Шаббат. Йосеф Альзаядни был водителем автобуса, который доставлял пассажиров на музыкальный фестиваль «НОВА». Он рассказал нам, что ранее высадил там пассажиров и планировал забрать их днем 7 октября. Около 6 утра мне позвонили. Я увидел, что звонит Амир Адар, человек, который заказывал транспорт. Он сказал, «Йосеф, спаси нас!» Я спросил, «В чем дело?» Он ответил, «Там хаос, тревога, ракеты, террористы наступают». Я не стал раздумывать, завел машину и поехал туда. Несмотря на ракеты, обстрелы и террористов, он успешно спас 30 человек, усадив в свой 14-местный автобус. Слава Богу, все молодые люди, которых я вывез тогда, вернулись домой целыми. Никого не убили и не похитили. Позже боевики нашли номер телефона Ясефа в Фейсбуке и стали угрожать ему. Все мы люди. Есть хорошие, есть плохие люди. И я сделал это, потому что так люди и должны поступать. В конце концов, мы один народ, это наша страна, и мы должны жить вместе. Это просто чудо, что он выбрался оттуда совершенно без повреждений. Башир говорит, что реакция израильтян после нападения его очень удивила. Мы видели, как люди изо всех слоев израильского общества объединились для того, чтобы бороться и помогать друг другу. Неважно, евреи они, арабы, христиане, друзы, мусульмане, либералы или ортодоксы. Все израильтяне объединились в одно большое общество, где каждый поддерживал ближнего. Башир говорит, что никогда не считал Хамас представителем мусульман или палестинцев. Для него это радикальная террористическая организация. Сам он считает, что еще есть надежда на мир между Израилем и палестинцами. Мы должны найти общие ценности, сосредоточиться на них и найти способ залечить наши раны. Нужно бороться за лучшее будущее для израильтян и палестинцев. То, что произошло 7 октября, никогда не должно повториться. Равно, как и то, что сейчас происходит в Газе, потому что каждая смерть – это трагедия. Башир хочет, чтобы люди молились о прекращении войны и насилия. И за мир во всем мире. Далее. Крик сердца в ожидании возвращения заложников, выраженный через музыку. Израиль переживает за заложников, которые все еще в плену в Газе. Израильский музыкант Штефан Михаэску – один из многих артистов, которые описывают эти переживания. В нашей студии он рассказал о своем клипе «Ожидание». Штефан Михаэску, добро пожаловать в Место встречи в Иерусалим. Расскажите нам немного о себе. Я еврей, родился в Румынии. Мы с семьей совершили алию из Бухареста, когда мне было 4 года. И вот с тех пор мы живем в Израиле. Со временем я переехал в Иерусалим. Здесь у меня семья, моя прекрасная жена. У нас четверо детей. Вы написали удивительную песню, которая стала мощным символом этого времени в истории Израиля. Она называется «Ожидание». Ожидание чего? О чем песня? Почему вы ее написали? Мы ждем, когда мужчины и женщины, сыновья и дочери, отцы и матери, все до единого вернутся к нам из плена Хамаса в Газе. Это о заложниках? Да, о заложниках. Эта песня – фактический крик о возвращении заложников. Конечно, люди не всесильны, но мы обращаемся к Богу и ждем ответа. В такой ситуации нет ничего труднее ожидания. Но мы должны доверить Богу всех этих мужчин, женщин, сыновей и дочерей, матерей и отцов, чтобы они могли вернуться. И как люди обычно реагируют на эту песню? В ту ночь, когда я, наконец, выпустил песню на Ютубе, со мной связался мой друг, который занимался сведением и мастерингом. Он прислал мне голосовое сообщение. Он сказал, «Штефан, я смотрю видео снова и снова, и каждый раз у меня мурашки от этой песни, будто я сижу в тишине рядом с ними. Также я чувствую в этой песне присутствие Бога». Другие люди писали, что трек зацепил их до глубины души. Честно говоря, я считаю, что именно для этого и была создана песня. Мне кажется, что люди не позволяют себе плакать из-за таких вещей. Они впадают в ступор. И я искренне молюсь о том, чтобы они отпустили себя и не полагались лишь на себя. Иногда нужно просто все доверить воле Господа. Довериться Богу, довериться Отцу, как и в деле освобождения всех заложников в Газе. А до тех пор мы ждем. Несколько недель назад тысячи людей пришли к стене плача, потому что у них закончились ответы. И они отправились в единственное место, где они могли открыто плакать и искать ответы прямо перед лицом Бога. Большое спасибо, Штефан, что были с нами в студии. И отдельно спасибо за эту мощную песню. Это большая честь для меня. На этом сегодняшний выпуск «Место встречи и Иерусалим» подходит к концу. Не забывайте, что вы можете подписаться на наши обновления в соцсетях и получать доступ к материалам CBN через наши приложения. Не забывайте молиться о безопасности солдат Сахала, всех тех, кто оказался в опасности из-за возвращения всех заложников. И помните, что не дремлет и не спит Бог, хранящий Израиля, вас и меня. Я Джулия Стал. До встречи в следующем выпуске «Место встречи и Иерусалим». Программа переведена и дублирована по заказу IRR TV и Bible Media организации «Уикенд». «Место встречи и Иерусалим» — это новостное обозрение важнейших событий за последние дни в Израиле, Иерусалиме и на Ближнем Востоке, в котором раскрывается суть происходящих событий, привносится библейская и пророческая перспектива и аналитика. Все последние выпуски вы можете посмотреть на YouTube-канале «Путеводитель ТВ», а также познакомиться с важнейшими достопримечательностями Святой Земли. Субтитры создавал DimaTorzok